Строительство новых объектов, реконструкция старых, электрификация улиц, ценовая политика, экономическая обстановка в целом по республике. Некоторые итоги уходящего года подвели на еженедельной планерке в Доме правительства. Результат реализации республиканской инвестиционной программы налицо. В ее рамках за год введены в эксплуатацию 6 детских садов, 23 фельдшерско-акушерских пункта, готовятся к сдаче Чебоксарский ледовый дворец. Однако, по-прежнему остаются объекты, срок сдачи которых под вопросом. Это дошкольно-образовательное учреждение поселка городского типа Вурнары. Процент освоения сегодня 55. По реконструкции зданий муниципального образования в Канажском районе деревни Средней Татмыши освоение 88%. Здесь остаток небольшой 1,4 миллиона рублей. Госзаказчик Минкультуры по этнической Чувашии 16%. Хуже обстоят дела с реализацией проектов, курируемых Министерством строительства Чувашии. Однако, по словам министра строительства республики, процесс затягивается только из-за бумажной волокиты. Строительство полностью завершено на всех 223 объектов. Из 21 миллиона освоено было 4, поэтому составляет такой небольшой процент. В пятницу уже на оставшиеся объекты 11 миллионов заявка для перечисления средств подана, и до среды еще 6 миллионов. То есть 17 миллионов, которые на сегодняшний день пока не освоены, они полностью будут освоены в течение трех дней. Михаил Игнатьев поручил уполномоченным ведомствам завершить сдачу финансовой отчетной документации по уже построенным объектам к 29 декабря. На Новый год во всех домах должно быть электричество, чтобы каждый мог зажечь звезду на елке, отметил глава республики. На совещании также обсудили ситуацию со страховыми взносами по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. В 2014 году в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике поступило 15,6 миллиардов рублей доходов. Однако по-прежнему остается большая задолженность – почти полтора миллиарда рублей, из которых 110,5 миллионов на совести Волжской текстильной компании – группы компаний САВА. Михаил Игнатьев попросил членов правительства контролировать вопрос перечисления взносов в подведомственных учреждениях и предприятиях. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.